Это репортаж из Франции, где в первом матче 1-16 финала розыгрыша Кубка УИПА на стадионе Парк Лес Кюр местный Бордо принимает Волгоградский ротор. К сожалению, наши приключения с французским телевидением продолжаются, и в начале нашего репортажа нам дали не ту картинку, нас отправили в Португалию, но мы все-таки сумели восстановить справедливость и сумели организовать для вас эту трансляцию, хотя, честно говоря, это было сделать нелегко. Ну а сейчас состав Волгоградцев. Андрей Самороков в воротах, Александр Смарко под вторым номером, Александр Беркетов под третьим, Владимир Геращенко вернулся в строй после травмы, капитан команды четвертый, Александр Ещенко пятый, Сергей Жуненко шестой, Игорь Криньев седьмой, Владимир Нидергаус восьмой, Олег Веретенников девятый, Валерий Есипов десятый и одиннадцатый, Александр Зернов, Виктор Прокопенко, тремер волгоградской команды. И еще одна заминка у нас произошла. Мы не можем вам назвать состав Бордо, так как он уже был вот до выхода в эфир в нашей трансляции, но я могу назвать примерный состав, это Гаэтен Юар в воротах, Жопрей Тойе под вторым номером, Мирза Вересанович, третий Вильям Трюнье, четвертый Жан-Люк Догон, сегодня он капитан команды, пятый Филипп Люка, шестой Лоран Кросси, седьмой Даниэль Детуэль, восьмой Антони Банкарелли, девятый Ришард Вичке, голландец, десятый и Франк Истельев под одиннадцатым номером, Слава Муслин, тренер клуба Бордо. Я думаю, что болельщики футбола в нашей стране уже узнали волгоградцев по их традиционной форме, это бело-синие футболки и синие трусы, комбинированные футболки, белые гетры, сейчас на ваших экранах Вильям Прюнье, этот игрок выступал в свое время за ОСР, ну а сейчас он играет под четвертым номером в Бордо. По сравнению с волгоградской командой, которая прибыла во Францию с картерным рейсом в воскресенье, у Слава Муслина большие проблемы со стаун, не играют сразу несколько игроков, давайте посмотрим за развитием этой контратаки, она может получиться неплохой, нарушение правил, сбивает Франка Истельев. Штрафной, вот Слава Муслин на ваших экранах, нет, он был не в очках, он как раз был без очков, это уже опасно, кто же будет наносить удар. Вичке! Над крестовиной просвистел мяч, и вот только взглядом проводил Андрей Саморуков. Вот он на ваших экранах, вратарь, который не всегда удачно и безошибочно действует в чемпионате России, но вспомним матч, первый матч в Волгограде, 1-32 финала розыгрыша Кубка УИПА, когда несколько раз, и особенно когда Райан Гиггс, футболист из клуба Манчестера Юнайтед, практически в упор начал удар, Андрей Саморуков выручил свою команду, правда, мастерство вратаря определяется не теми ударами, которые он отразил, а теми, которые он пропустил. Сейчас сбивают Олега Веретенникова, 9-й номер на ваших экранах, лучший бомбардир чемпионата России, 25 забитых мячей в 28 матчах. Прекрасный показатель, я думаю, что ему будет уделено сегодня в матче особое внимание, это, конечно же, касается защитников Бордо. Рядом с ним Владимир Нидергаус. Не поняли сейчас Волгоградцы друг друга. Нидергаус решил внести элемент неожиданности вот в этот момент, отдал пас своему партнеру Олегу, а тот, мне кажется, не ожидал этой передачи. Вот на ваших экранах слава Муслин, который только в этом сезоне возглавил Бордо, он работает тренером в клубе Брест, эта команда выступает во 2-м французском дивизионе. Он, Югослав, играл за 2-м французского дивизиона, за Белгородский клуб, играл за французский клуб Муслин, и вот сейчас он возглавляет, пожалуй, одну из самых интересных команд Франции. Ну, еще по истории этого клуба мы коснемся, а сейчас давайте посмотрим за этими первыми минутами матча Бордо-Франция-Ротар-Волгоград. Конечно же, Волгоградцы наделали много шума после своей победы по сумме двух матчей над клубом Манчестер Юнайтед. Мирза Бересанович был на ваших экранах. Это босниц, дебютант команды, и поэтому в Европе Ротару сейчас пристальное внимание. Ну, хозяева поля идут вперед, может получиться неплохая контратака. Жан-Люк Дагон, сейчас его руку украшает капитанская повязка, а вообще-то Бексан Лизальзю, игрок сборной Франции, лучший бомбардир Бордо в розыгрыше Кубка Луи-Фа, у него три забитых мяча, вообще-то он капитан, но он дисплифицирован, и поэтому встреча пропускает. Вички пошел вперед голландец, который играл в Барселоне, иногда его называли еще любимчиком Йохана Круифа, но из-за перебора в иностранцах Круиф редко доверял ему место в составе, не только в стартовом, да и вообще, и вот Вички сейчас уже играет во Франции. По этим первым минутам нельзя сказать, что волгоградцы выглядят новичками, командой, которая только второй раз участвует в розыгрыше Кубка Луи-Фа, смотрится россияне очень неплохо. Корнеец поднимает голову, смотрит, что в штрафной площади только один его партнер по команде и первый угловой в сегодняшнем матче. Заработал его Игорь Корнеец своими активными действиями. Это Гаэтан Юар. Вообще-то я этого вратаря очень давно не видел, он играл в клубе Олимпик. Давно уже в борту пятый сезон. Хороший удар поворотом. Он кто-то сможет добавить этот мяч. Не успевает мячу Владимир Нидергаус. Гаэтан Юар опережает его. А это на ваших экранах Александр Бернов. Любопытная судьба у этого парня. Он перешел в ротор, но не имел права играть в чемпионате России, так как перешел уже сезон. В сезоне он из Ивановского пикстильщика, команды, которая выступает во второй лиге России. И вот он как раз участвовал в матче против Манчестер Юнайтед и тогда оставил, в общем-то, неплохое впечатление. И во втором матче он уже сыграл более основательно. Именно он снабдил мячом Владимира Нидергауса, который открыл счет в матче с англичанами. Ну и я скажу, что отличился еще в той игре в Англии Олег Веретенников. Именно Нидергаус и Веретенников отлетелись на известном стадионе Олд Трефорд. Темп матча невысок. И думается, что вот это на руку волгоградцам. Вильям Трунье мощный защитный, выбрал сейчас верховую дуэль. Я смотрю, что Зернов отошел на свою половину поля. По-моему, сейчас волгоградцы занервничали. Очень будет обидно и очень плохо, если появится вот этот игровой мандраж. Валерий Есипов выпил мяч на угловой. Александр Самароков разминается. Высокоруслые защитники, один из них, Вильям Трунье, подтянулись в штрафную площадь волгоградцев. Дотянулся Александр Самароков до мяча. Я думаю, что вот эти верховые дуэли сегодня будут опасны для волгоградской команды. Еще раз скажу, что мы не знаем состава команд, поэтому думаю, что я не ошибаюсь, но второй номер в составе Бордо – это Жоффре Тойе. Никак не могут выйти за своей половиной поля волгоградца, организовать контратаку. И смотрите, как много игроков французской команды находятся на половине поля ротора. 12-я минута пошла в матче Бордо-Ротор. Мы уже неоднократно рассказывали о тех трудностях, с какими столкнулись работники российского телевидения, в частности, вот этого объединения «Арена», для того, чтобы организовать эту трансляцию. Все-таки нам это удалось. Но вот без приключений никогда уже трансляция началась, не обошлось. Олег Веретинников сейчас вон получил травму, столкнулся с Лораном Кросси. Да, опасная травма, шипами в незащищенное место ноги. Прикрамывая, Олег Веретинников поднимается. Я думаю, что он продолжит встречу. Транцузское телевидение чаще нам показывает тренера Бордо Слава Муслина, чем Виктора Прокопенко, наставника волгоградской команды. Я думаю, что болельщики футбола в нашей стране и особенно поклонники этого вида спорта в Волгограде представляют сейчас, сколько людей с потерпением сначала ожидали, сейчас смотрят эту трансляцию. У нас раскалился телефон от звонков, будет ли репортаж об этом матче или нет. Знают, что последняя встреча волгоградского Робера в чемпионате России в 28-м туре не удалось. Волгоградцы проиграли очень нервную игру московским динамовцам. Я почему еще об этом говорю, потому что во Франции, наверное, клуб Бордо можно сравнить вот именно с московским Динамо. Это такая солидная команда, у которой есть свой болельщик, очень преданный болельщик. Он никогда этому клубу не изменяет. Так что вот дуэль между Волгоградским Ротором и Бело-Голубыми, условно так вот, по моей идее, продолжается. Вообще, французский клуб Бордо – это очень интересная команда. И хотя в Европе максимум, чего добились французы, это дошли до полуфинала розыгрыша Кубка Чемпионов и Кубка Обладателей Кубков, эта команда пользуется большим авторитетом и считается одним из самых богатых клубов Франции. То есть сейчас Зернов в штрафной площади и против него Вильям Принье. Мощный защитник французской команды выиграл этот микроматч. Но атака волгоградцев продолжается. Зернов – хорошая передача. Игра в стенку! Ну, а вот обратно Александру Зернову вернуть пас Владимиру Нидергаузу. А такая же комбинация была и в Англии, когда Ротер повел счет в матче с Манчестером. И на этот не удалось. Ну вот, Виктор Прокопенко на ваших экранах. Шок это начальник команды. Похоже, что нервничал. Волнуются и наши наставники. Ну, а трибуны стадиона «Парк Лест-Кир» до конца не заполнены. Хотя этот матч во Франции вызывает, особенно в городе Бордо, большой интерес. Ну, по-моему, проходит равная игра. Трудно кому-либо из команд отдрать предпочтение. Были опасные моменты и у тех, и других ворот. Но волгоградцы смотрятся неплохо. Во всяком случае, не спрашивали перед соперником. Один из Герасенко. Была у него небольшая травма, но капитан волгоградский командный в строю. Один из кандидатов в сборной России. Хороший защитник. Надежный. Это Александр Шмарко. Второй номер. Это Гаэтан ЮАР. Нестабильный вратарь. И, как отмечает французская пресса, порой он может преподнести такой сюрприз своей команде. Но может сыграть так, что публика будет в восторге. И порой даже болельщики клуба Бордо будут посмотреть именно на фокусы и трюки этого галкитера. Но посмотрим, как будут сегодняшние матчи. И Сильоле сейчас показал свой дриблинг. Быстро французы возвращаются на свою половину поля. И поэтому атака волгоградцев, контр-атака быстро захлебнулась. Малыми силами она проводилась. Личьи. Длинная передача. Какое решение появилось? По студиям не показалось, что французский футболист нарушал правила. Антони Банкарель. Основной игрок команды. Любопытно, что этот игрок перешел из Тулужи в Бордо. А эти два клуба, Тулужа и Бордо, являются извечными соперниками. Города находятся недалеко, на расстоянии примерно 200 километров друг от друга. И с одной стороны счастья, а с другой стороны не счастья, что эти команды сейчас играют в разных франкутских дивизионах. А так между ними проходят даже не поединки, а битвы. Очень принципиальные матчи. Во Франции их порой называют дерби. Поскольку эти команды базируются в городах, которые находятся рядом. Получил травму, но будем надеяться, что не серьезный Владимир Нидергаус. Ну вот, я думаю, что вы понимаете. Мирза это Мирза Вересанович, третий номер Бордо. Ему подсказывает Муслин. Когда-то эти люди были гражданами одной республики Югославия. Сейчас они уже работают во Франции, но и уже являются гражданами ни одного государства. Из Кильоле, франк из Кильоле, нападающий Бордо. Да, ну вот, Волгоградцы, я уже говорил, об этом проиграли. В очередном туре чемпионата России. Сейчас команда идет на седьмом месте и может только опуститься вниз фурнерной таблицы. То есть у меня по местам клубом КамАЗ за два тура за окончание финиша. А вот после 13 туров чемпионата Франции Бордо занимает 11 место этой команды. Причем любопытно, что она также проиграла, но на выезде лидеру Метцу со счетом 0-2. Команда немного забивает и, будем говорить так, достаточно много пропускает. 16 мячей всего забито и 17 мячей пропущено. Это в 13 матчах и 6 поражений. Как сказал Слава Мусин, главный тренер Бордо, сейчас задача привести футболистов в чувство и постараться побороться за участие в следующем году в розыгрыше Кубка Уэфа. Волгоградцы сейчас атаковали, но мне кажется, сейчас в действии футболистов этого клуба побоится стала индивидуальность. Нет коллективной игры. Но в целом старается не проигрывать подопечные Виктора Прокопенко. Микродуэли. Смотрится неплохо. В силовых единоборствах не уступают сопернику. И, как говорится, это уже неплохо. Активно стараются вступать в борьбу за мяч на чужой половине поля французы. Временами у них это получается, а вот волгоградцев не всегда получается вытянуть, выманить соперника на себя и длинные передачи отрезать сразу нескольких футболистов. Мерзая Вересанович в боснеец на ваших экранах. И волгоградцы застряли в середине поля. Александр Беркетов в борьбе с соперником сделал неточную передачу. 20 минут прошло с того момента, как арбитр дал листок в начале первого тайма в матче Бордо-Ротор. Вы смотрите репортаж на российском канале. Первая игра 1-16 финала розыгрыша Кубка УИФА. Счет не открыт 0-0. И волгоградцы в атаке. Хороший дриблинг, но Веретенникова упустили только до линии Красной площади после этого падения. Однако правила не нарушены. Ну вот сейчас хорошо подстраховали друг друга. Александр Ещенко помог партнеру. Разводит руками Владимир Гераченко. Действительно, кому же отдать пас? Пас в борьбу. Я вижу, что пять сразу защитников Бордо выстроили в линию. И с большим трудом можно было их перебросить вот эти передачи метров на 30. Оффсайд Владимир Нидергаус оказался в офсайной ловушке. А это Жан-Люк Догон. Я уже говорил, что Лиза Розю, капитан Бордо, пропускает этот матч. И также из-за дисквалификации Зимедин Зидан, игрок сборной Франции, не участвует в игре. Хорошая передача. Но сейчас, я думаю, что опыт, скорее всего, опыт помог в Вильяме премьер остановить этот пас. И не дать возможность его заграться, нанести удар поворотом. А вот была, пожалуй, первая контратака. Разыгранная четко, хорошо и хорошая. Острая очень передача была в район 11-метровой отметки французской команды. Ну, а сейчас уже нарушение со стороны футболистов Бордо. Но я продолжу, что Зидан и Лиза Розю не участвуют в этом матче из дисквалификации. А вот Кристоф Дюгариф, ведущий игрок клуба и также игрок сборной Франции, он получил в последнем матче с немецком травму. И, наверное, недели на три выбыл из строя. Травма достаточно серьезная. Ретенников будет бить? Да. Ретенников. Мне показалось, что не совсем уверенно, что Юар поймал этот мяч. Вот он на ваших экранах. 33 года этому вратарю. Давно очень он уже играет во французском первом дивизионе. Я уже рассказывал о том, что он выступал за марсельский Олимпийс. Ну и 5 сезонов в Бордо. Неплохое начало атаки. Но, похоже, что результативно оно не будет. Вот сейчас ошибка и партнеры не подстраховали. Хорошая передача. Ну, скорее всего, это был уже удар в попыхах. Лоран Кросси. Он атаковал. Хорошая погода стоит во Франции, в Бордо. Примерно сейчас градусов 17-18. Ну вот пока из всех своих подопечных главный тренер Бордо выделяет больше всего Мирзур Вересановича. Не удалось сейчас за Фрейд Тойе пройти защиту Волгоградского клуба. Ну, конечно же, отсутствие таких игроков, как Дюгари, Резарьзи и Зидан сказывается на игре команды. Это основные футболисты клуба, игроки сборной. Зидан, напомню вам, забил третий мяч в матче команды Румынии в чемпионате Европы. Может быть, еще и поэтому волгоградцы имеют определенные преимущества, хотя, конечно же, играют они на поле соперника, и французы настроились на этот матч самым тщательным образом. Теперь же игроки Бордо стараются подержать мяч. Банкарель любит этот игрок поработать, как иногда говорят, чтобы болезнь повозится с мячом. Зернов и Нидергаут, эти два игрока, должны были сейчас побороться за мяч, но очень неточная оказалась передача. Нет, я же не покинул пределы поля. Побыстрее, побыстрее нужно играть волгоградом, и тогда появляются возможности для ударов, и тогда появляются дыры в обороне. Хороший дриблинг, что же будет дальше? Удар! Прочитал сейчас эту комбинацию Андрей Саморуков. Мне показалось, что даже чуть-чуть заранее стал падать в дальний угол, но это лишь мои предположения. Давайте посмотрим. Это Даниэль Дитюэль, футболист, который второй сезон выступает в Бордо, он перешел из Олимпика. Да, четко очень поймал мяч Андрей Саморуков. А удар был неплохой в дальний угол. И вновь левым флангом атакует Игорь Корнец, уходит от Виллина-Премьер. Прозевали сейчас в Волгоградске вот этот проход, индивидуальный проход Даниэля Дитюэля. Хороший дриблинг был продемонстрирован и достаточно легко. Восьмой номер Бордо прошел насыщенную оборону в Волгоградцев. Ох, какой неожиданный получился удар. Сейчас уже Саморуков мог оказаться в роли статиста, потому что только взглядом проводил тот мяч, который скользнул по перекладине и ушел за пределы поля. Прекрасно Франц из Кириоле выпрыгнул выше защитника. Да, вот сейчас Сергей Жуненко проиграл верховую дуэль французу и могли быть за это Волгоградцы наказаны. Однако этого не произошло. Но я думаю, что нет смысла много рассказывать о том, что клуб Бордо – это команда, которая дала и французскому, европейскому и мировому футболу такие прекрасные имена, как Ален Жерет, Жан Сигана, Патрик Батистон, Бернар Лаком и Тюссо. Все эти игроки в составе сборной Франции в 1984 году стали чемпионами Европы и, может быть, еще и поэтому сейчас уже в какой-то степени, как отмечают иногда специалисты по инерции, главной силой Бордо является средняя линия. Именно средняя линия определяет класс команды. Ну вот пошел выкидывать свои трюки Гаэтан Юар, но, правда, ограничился немногим. Войности себе все-таки не позволяет. Много браков в передачах. И вот еще одна такая особенность, я заметил, что Волгоградцы ждут, когда же к ним придет мяч, не идут навстречу, и расторопные защитники Бордо успевают выступить из-за спины. Еще одно нарушение правил, и уже сейчас поближе. Филипп Люха его сбили. Поближе, по-моему, до ворот, чем от той точки, в которой наносил удар Рихард Вичи. Веретенников, Есипов, Зернов пришел на помощь. И Корнеец. Разыгран мяч. Удар. Стенка приняла на себя этот удар, но атака продолжается, она не закончена. Удар. Хороший удар. Кого пополнять? Вильяма премьер или все-таки защитника Волгоградской команды? Жан-Люк Дагон. Футболист, обладающий хорошим подставленным ударом. Игрок, который отвечает тем, что, как правило, вовремя и по делу подключается к атакам своей команды. Ну, пока с немногочисленными угловыми россияне справляются легко и четко. Застрял мяч в средине поля. И опять ошибка. Уже после третьего паса не точность, брак. И нужно защищаться. Вот сейчас уже преимущества, пусть и не явные, но все-таки на стороне хозяев поля. Не будем забывать, что Волгоград прииграет в гостях. 15 минут остается, примерно 15 минут до перерыва в матче Бордо-Франция-Ротер-Волгоград. Репортаж на российском канале 0-0. В прошлом сезоне клуб Бордо занял седьмое место в чемпионате. Сейчас идет на 11-м. То есть в последние сезоны клуб выступает не так успешно, как когда-то. В 87-м году эта команда сделала золотой дубль, выиграла и чемпионат, выиграла и кубок страны. А всего Бордо четыре раза завоевывал чемпион Кейдвань и три раза выигрывал кубок. И у нас была передача верхом. Фланга, как правило, игроки французской команды стараются играть через фланги. Усеет Зернов, Александр Зернов к этому нечет, только в подкате. Защитник в цели Плюка выбивает мяч за боковую линию. Мне даже показалось, что передача была уж слишком явно сделана в расчете на скоростные катис в Александра Зернова, но тем не менее молодой футболист все-таки напряг оборону. Бордо Екипов и Гаэтан ЮАР. Догон идет вперед и делает неточную передачу. по-прежнему особых скоростей в матче мы не видим. В среднем темпе проходит игра. Сейчас уже на планк, на котором работал неплохо Игорь Корнеев. Веретенников рывался. Так по очереди Вильям и Премье напрягают Волгоградцев. И что? Первое предупреждение? Да. Похоже, что да, все так и есть. Александр Зернов получил желтую карточку. Причем с запозданием Александр Зернов вмешивался в эту борьбу. Да и не стоило, наверное, так вот идти на Лорана Карачи, который находился в середине поля и был товарищем по команде. Но все уже свершилось. Ну вот сейчас редактор нашей трансляции Михаил Петелин сообщил мне результаты нескольких матчей, которые уже завершились. Это розыгрыш кубка УЕФА. Одесский черноморец, в котором работал Виктор Прокопенко, сыграл в ничью с Ланцем с командой, которая находится на втором месте в турнирной таблице чемпионате Франции 0-0. Встреча проходила Одессе. Райт Рогерс, Шотландия, Бавария, Мюнхен 0-2. Немцы выиграли два мяча на счету Юргена Клинцмана. Асер, Франция, Ноттингем Форест, Англия. Англичане победили на выезде 1-0. И Лид, ПСВ, Энховен. Вот здесь хоккейный счет. Выиграли голландцы со счетом 5-3. Причем счет был ничейным 3-3. И вот во втором тайме два мяча Люка Нилиса привезли Энховену победу. Это пока все результаты, которые нам известны к этому часу. Если у нас еще будут какие-то итоги, мы обязательно вам сообщим. Ну, я еще раз напомню, что вы смотрите репортаж о первом матче 1-16 финала Бордо-Ротор, Кубок Луфа, ничья 0-0. Похоже, что замена вот тем ведущим игрокам, которые либо травмированы, либо пропускают встречу из-за дисквалификации в составе Слава Муцина, главного тренера Бордо, не находится. Нарушение правил свисток в одиночку. Как правило, в одиночку вот эти проходы заканчиваются тем, что французы либо сбивают игрока волгоградской команды, либо мяч все-таки благодаря коллективным усилиям отбирается. Не торопится волгоградской, но понять эту команду можно. нулевая ничья на своем поле в Волгограде в общем-то сослужила хорошую службу в первом раунде, когда волгоградцы встречали с Манчестер и Юнайтед. И вот сейчас может быть есть расчет такой-то играть мячу и попробовать у себя дома уже обыграть французов. Включи. Пластичный техничный игрок, но обстоят и сразу три игрока. Обратите внимание, попались на волгоградскую ловушку. Я напомню, что Бордо сумел вместе со Тразбуром, это также французский клуб. Любопытно, что он занимает сейчас место выше, 10-е место в турнирной таблице. Пробился первый в этом сезоне кубок УЕФА Интер-Сотто. Предварительные матчи состоялись в июне-июле, французы успешно справились с этим летним заданием и вышли на стыковые поединки. Обыграли Антрайк, Херенвен и Карлс Руи. Причем вот в полуфинале кубка Интер-Сотто уже с немцами встречались дважды и выиграли в гостях 2-0, а дома сыграли в ничью. А вот в чемпионате Франции эта команда выступает на тежих полях не так успешно. Только одна ничья и пять поражений. Хороший выиграл сейчас мяча. Зернов не в первый раз я вижу, что этот игрок отходит уже на место полузащитника. все время меняет Зернов Нидергаус Верепинников безошибочно сыграл сейчас Андрей Самаруков, хотя напряженность, нерв в этом моменте игровом присутствовал. Хорошая передача за спиной из-за спины выступил Владимир Нидергаус и бескомпромиссный Вильям Премьер. Нарушение правил совершенно очевидное. Сейчас арбитр не оставил без внимания нарушение Вильяма Премьер. И по-видимому четвертого номера все так и есть. Появится перед глазами желтый цвет. Желтая карта когда Премьер нарушает правила, хотя и как это чаще всего бывает не согласен с решением судьи. Посмотрите, явно видел, что не успевает уже почувствовал, что Владимир Нидергаус проходит его и поэтому уже бил по ногам. Палил совершенно очевидно. Кто будет бить? Сам пострадавший? Нидергаус. Удар. Гол. Вот это подарок Гаэтана Юара. Вот о чем я вам говорил, что этот вратарь может порадовать не только своих, но и чужих поклонников. Да, утешает его Лоран Крусси, но я думаю, что это бесполезно. Такие мяки так просто не забываются. Видел этот мяч, принимал уже его Гаэтан Юар. Сейчас наверняка будет повтор, мы попробуем разобраться, проанализировать этот момент. 1-0. Волгоградцы повели в счете после удара Владимира Нидергаусу. Смотрит. И мяч-то похоже, что уходящий был, даже не в ворота летел. Подкрученный мяч. Но, насколько я знаю, в Бордо дождя не было, поле находится в хорошем состоянии. Ну что ж, на 39-й минуте матча Бордо Ротар Волгоградцы повели в счете после удара Владимира Нидергауса. Это его уже второй гол в розыгрыше Кубка УИПа. Первый он забил англичанам Манчестер Юнайтед. Ну, в отличие от Волгоградской команды, которая встречалась с очень титулованным соперником, в 1-й 32-й финал в розыгрыше Кубка УИПа, Бордо по мере распустил и с македонским клубом Вардак и достаточно легко прошел эту команду, причем ситуация была похожа на матч в Картрое. Также победа в гостях 2-0, а на своем поле у себя на родине не сия, но уже 1-1. Хотя вот руководители Бордо и жаловались, что за два половины месяца им пришлось почти 25 матчей провести, и сезон у команды не начался рано. Ну, а так в целом по ситуации, по игровому опыту в этом сезоне, по-моему, клубы находятся в равных условиях, хотя, наверное, все-таки Волгоградцы может быть даже и более уставшие, потому что у них за плечами чемпионат России, и финал Кубка страны неудачный, и в чемпионате они не так удачно выступают. Французы тоже на 11-м месте, но у них есть возможность поправить еще все. Только 13 туры сыграно. Ну, вот сейчас только бы не замерзничать, только бы не броситься сломя голову забивать второй мяч волгоградцам, и в то же время не отойти к своим воротам, не отдать французам в середину поля, потому что именно в середине поля завязывается борьба. Ну, и время стянуть еще рановато, еще впереди 45 минут. Явная, конечно же, ошибка вратаря, но такие мячи считаются, такие мячи засчитываются, и поэтому волгоградцы ведут счеты. Нужно вставать и продолжать встречу. Жан-Люк догон. На втором этаже, как правило, россияне не проигрывают. Ну, можно и так защищаться. Да, вот этот гол словно холодный душ. Сейчас на головы и французской команды, и руководители. Вот похоже, что уже занервничали волгоградцы, хотя ничего страшного нет. Похожие же навесы, какие были и раньше, до того, как в момент, как наши ребята повели в счеты. Заводят. Але, але, подбадривают руководители команды Бордо своих футболистов. Нужно идти вперед и, может быть, попытаться отыграть мяч еще до перерыва. Герасенко капитан сыграл хорошо в подкате, а вот сейчас волгоградцы пропустили удар поворотом, и хотя мяч прошел рядом со стойкой ворот, думается, что удар этот был не из приятных для Андрея Самарукова, поэтому он и высказывает претензии. Вички снабдил мячом Антони Банкареля. Продевали защитники, упустили этого игрока. Каж, 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 каж! Корниет и неточная передача. Вот нет сейчас волгоградский команде футболиста, который мог бы повезти и содержать мяч. Правда, и у французов вот вички лишь временами хорошие делают передачи партнеров и словно вспоминает о том, что он дирижер и в его руках находится дирижерская палочка. На электронном секундомере пошла последняя, уже прошла эта последняя минута первого тайма в матче Бордо-Ротор на 39-й минуте неожиданно удар Владимира Нидергауза неожиданный может быть для Гаэтана Юара принес волгоградцам успех и они ведут в матче. Пока поднимает большой палец Олег Веретенников в первой игре с Манчестер Юнайтед он был менее заметен на поле вот чем сейчас и чем в ответном матче как правило сразу два защитника бросались на этого игрока один атаковал а второй подстраховывал партнера и в этой игре за ним внимательно смотрят но похоже что у него еще будут моменты для того чтобы отличиться в игре во всяком случае оборона это не самая сильная линия Бордо играет не безупречно в этом поединке как долго мягко находятся в воздухе вот только сейчас опустился и все после того как волгоградцы нарушили правила арбитр матча делает устное замечание Сергея Жуненко вот я получил еще одно сообщение о том что в розыгрыше кубка УИПА Бревенский Вердер и Динамо Минск сыграли в ничью 0-0 и в это время мы видели какой опасный момент был у ворот волгоградцев простите 5-0 Вердер выиграл вот смотрите это пошел в штрафную площадь капитана Бордон Жан-Люк Догон и уже не в первый раз волгоградские защитники стали почему-то проигрывать верховые дуэли гераченко сейчас он уже исполняет роль разыгрывающего и организатора атак волгоградской команды пытается длинными передачами сразу отрезать несколько игроков Бордо и завязать борьбу за мяч нужно сейчас волгоградцам побороться и постараться уйти на перерыв вот именно с этим победным счетом абсолютно 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 грамотно сейчас действует капитан ротора он дал возможность мячу уйти нужно сейчас успокоиться волгоградской команде я думаю что в перерыве опытный Виктор Прокопенко вместе со своим стабом внесет изменения успокоит футболистов может быть будут некоторые замены хотя как правило победный состав не меняет но как знать ну вот уже и Андрей Саморуков принял не самое удачное решение отбил мяч но недалеко совсем немного осталось до свистка и вот этот свисток ну что ж первый тайм в матче бордо ротор завершился и мне приятно это сообщить что завершился он победой волгоградской команды но правда сыграно только первые 45 минут из этого поединка Владимир Анидергаус на 39 минуте открыл счет в матче но так и называется бордо чтобы посмотреть второй тайм матча бордо рота для тех кто может быть не успел к началу нашей к началу нашей трансляции и по той причине что мы до конца боролись за этот репортаж буквально в смысле этого слова скажу что волгоградцы выигрывают со счетом 1-0 автор пока единственного забитого мяча Владимир Анидергаус на 39 минуте со штрафного ошибся Гаэтан Юар Галкибер бордо Действительно этого репортажа не было в наших программах потому что до последнего момента мы сомневались будет трансляция или нет и поэтому также для тех кто не успел на телу нашего репортажа я расскажу о составах команд самороков в воротах это ротор марков второй номер беркетов третий гераченко капитан команды четвертый ещенко пятый зуненко шестой корниев седьмой ненера автор забитого мяча восьмой веретенников девятый ещенко десять зан-люк дугун капитан команды пятый филип лука шестой лоран кросси восьмой даниэль дютель восьмой лоран кросси седьмой антони банкарель девятый вич десятый и из тельюля под одиннадцатым номером слава мусин наставник бордо а виктор евгеньевич прокатенко тренер волгоградского ротора да сейчас нарушение правил вот у меня такое впечатление складывается что волгоградцы после забитого мяча сужие ворота замерзничали даже чуть больше чем в первые минуты матча может быть не ожидали такого подарка Абгейтана Юара Нидергаус и Валерий Есипа сейчас стенки пас и гол в чем-то похожая комбинация но не совсем это Франк и Сильоле сравнивают счет в игре мяч мяч затылком он направлял ворота по замысловатой проектории мяч залетел практически из девятки вот видите не глядя направил мяч и попал попал в самый угол в ворот Франк и Сильоле один из самых талантливых игроков в Бордо на третьей минуте второго тайма счет стал ничейным 1-1 ну что ж я думаю что отчаиваться здесь нечего по игре Волгоград смотрится очень неплохо и соперникам вполне по зубам поэтому если все такое сохранится мне кажется что все таки это будет очень и очень неплохо для нашей команды но ответная игра состоится через 2 недели уже в Волгограде и там что называется все и решится сейчас неверно атаковали Сергея Жуненко Герасенко рядом с мячом он ждет когда партнер придет в себя после болевого шока удар ну из трудного положения сейчас Беркетов наносил удар по воротам уже соперник кто практически накрывал его угловой думаю что это максимум что можно было выжить из игрового эпизода делим премьер у него также предупреждение как и у Александра Зернова премьер и Герасенко Герасенко идет на дальнюю стангу на него сейчас делалась эта передача но похоже что должен быть угловой однако арбитр принимает другое решение это Слава Мутлин Югослав главный тренер Бордо он подбадривает своих подопечей думаю что во втором тайме еще не раз мы увидим подключение к атакам Владимира Герасенко который скорее всего будет наносить не завершающий удар поворотом а сбрасывает под удар партнером технично Бракетов кому отдать пас и застряли в середине поля Волгоградцы Есипов ушел хорошо ушел невысокого роста технично старостой Есипов в серии обманных движений пас хорошая передача если бы чуть пониже на Александра Зернова который уже взвился в воздухе и было такое впечатление что он сейчас попадет по этому мячу но не хватило чуть-чуть совсем высоты и французы занервничали сейчас они уже высказывают претензии друг к другу но волгоградцы надо вам прибавить прибавить чтобы постараться забить уже трудовой мяч Корниет Есипов еще будет один навес не получилось сейчас ложного замаха у Игоря это седьмой номер Корниет он слишком явно раскрыл карты поэтому не удалось идти от соперника Вички нельзя сказать что этот игрок является первой стрипкой в ансамбле Бордо Герасенко удар какой обидный момент сейчас не использовали волгоградцы Александр Беркетов во втором тайме он активизировался за защитник спокойно объяснется соперником дало ему понять что нужно играть поосторожнее вот видите та комбинация о которой вам говорили и Премье вообще даже не прыгал по-видимому устал этот игрок увелим Премье под 30 уже этому игроку обороны и вот даже вот этот невысокий темп уже Премье не выдерживает Вички оставляет мяч и опять бесхитростная очень читаемая передача Александр Беркетов он по-видимому по установке Виктора Евгеньевича Прокопенко стал подключаться с атаком своей команды Перетенников не успевает Мидергаус к этому ничего не успевает вот иногда Волгоград очень рано раскрывают свои действия показывают что они будут пробрасывать себе мяч на ход может быть не хватает здесь мастерства но мне кажется что все-таки нервное напряжение чувствуется Вички пошел вперед сыграно-технично Вички показывал арбитру он почувствовал что мяч уже никак ему не достать и поэтому упал сидя находился рядом метров наверное 5 было до этого места и поэтому все оценил очень четко я уже говорил в первом тайме о том что клуб Бордо очень хорошая команда которая прекрасно знакома нашим болельщикам футбола она встречалась с Днепром дважды и с Московским Торпедовцем Торпедовцем проиграли только один раз а очень тяжелые матчи были в Днепропетровске давайте посмотрим за этой атакой ну вот сейчас Андрей Самароков хорошо выбил мяч далеко от ворот и удачно нарушение зацепили Искельюля Франко Искельюля игрока который забил ответные мяч в ворота Волгоградского клуба молодой футболист ему только 22 года ну а я продолжу напомню вам что в 85-м году в розыгрыше 50-х чемпионов вот как раз Бордо прошел Днепр только благодаря серии после матча в фенальте премьер это он так замаскировался и думал что его никто не видит но защитники волгоградской команды на чеку и обратили внимание на этого мощного игрока обороны французского клуба которому и адресовывалась передача активизированы сейчас после гола хозяева поля еще один навес как правило атак через центр мы не видим заграться уже просто играют на отбой но и это можно нужно прийти в себя выдержать вот этот темп ну после свистка удар поворота по ногам простите это Лоран Кросси напомню что тогда в 85-м году я что называется об истории Геннадий Литовченко не забил пенальти после серии после игровой серии и Днепр вылетел ну а в 89-м году как раз Энса Шифа в игровое время уже забил пенальти во второй игре а первая завершилась вичью 1-1 три раза Бордо и Днепр играли именно с таким счетом в ничью 1-1 и вот Энса Шифа принес победу в 1-32 финале Бордо эта команда прошла дальше ну французы изрядно попотели из Торпеда и из Днепрон так что эта команда играет с одной стороны очень удачно с нашими клубами а с другой стороны сил затрачивает много чтобы пройти экс-советские команды ну накалили сейчас страсти и нарушений стало побольше и даже временами грубости вот веретельников взял игру на себя пробросил мяч что мяч покинул пределы поля или просто веретельников остиснили да веретельников остиснили от мяча кличке сейчас мне кажется что нашим ребятам нужно побольше подумать об обороне собственных ворот и постараться сыграть на контратаке потому что я вижу что все защитники уже побывали на нашей половине поля они идут вперед и вот только один Жан-Люк Догон остается на своей половине поля в буквальном смысле этого слова увлекаются сейчас французы атакой понять их можно не хочется им заканчивать матч в ничью потому что через две недели ответная игра в Волгограде и здесь нужно постараться сделать задел но именно на своем поле можно бить сойдет дело до удара поворотом удар но на этот раз ГЭТАН ЮАР выручает свою команду по-моему это Владимир Нидергаус нет это был Валерий Есипов он наносил удар поворотом он сейчас атаковал старым эшелоном а Нидергаус как раз сбрасывал мяч Александру Зернову внешней стороной стопы следой наносил удар поворотом Зернов простите Есипов и желтая карточка у Сергея Жуненко 2-1 по желтой карточке Волгоградцы здесь впереди не могу сказать что играют россияне грубее чем французы может быть в данном случае сказывается что все-таки игра проходит в Бордо левной французы проход и вновь будет навес будем считать это навесом что это спрашивает слава муслин тоже трудно объяснить что же это было но я не думаю что наставник Бордо доволен и результатом и содержанием игры вот может получиться хорошая атака но безошибочно сейчас капитан волгоградского ротора сыграл хорошо выбрал позицию все рассчитал и сыграл в подкате надежно а на 3 атаки был франц из Сильель сдают волгоградской определенный простор на флангах французам которые атакуют чаще справа вот в отличие от такой рабочей тулузы Бордо так же как и одноименный клуб футбольный считается аристократической командой во Франции ну пока особых таких аристократических ходов мы от этого клуба не видим думается что все-таки с уходом вот этого великого поколения Жерев Кигана Батистон Лакомб это золотая средняя линия команды Мишеля и Дальго все-таки замену этим игрокам полноценную найти не удалось и хотя говорят о том что Крюстев Дюгарей это похожий на кого-то из этих игроков футболист Дидан Лизаразю по-моему эти игроки незаменимы они неподражаемы Жуненко Трудно назвать адресата этой передачи Сергея Жуненко и вновь и вновь прорыв отправляется Истильолия технично Оооо Сейчас явно повезло Волгоградскому. Не справляются защитники с Франком Вистельеле. Может быть, подустали, а может быть, этот футболист набрал скорость. Момент сейчас был выгоднейший. Посмотрите, как Вистельеле технично ушел и от Дераченко, который уже по футбольному корпусу ему ставил, на бедро пытался поймать. И пас. Пас был хороший. Может быть, французу стоило сделать передачу чуть-чуть дальше, а волгоградцам нужно уже очень внимательно за этим парнем посмотреть, за 11 номером Бордо. Пока вот таких проходов, которые мы ждем и от Миллергауза, и от Зернова-Есипова, мы в исполнении волгоградцев не видели. Ну а что здесь? Похоже, что здесь желтой карточки не будет, а вот волгоградскому футболисту нужна медицинская помощь. О чем и говорит орбитер. Это Игорь Корнеец, игрок, который активно начал этот матч своими фланговыми проходами, травма ноги. Ну, по правилам, ему должна быть оказана помощь, если он не уносится уже за пределами поля. Мы видели также, что Вильям Прюнье прихрамывал во втором тайме тоже у него, по-видимому, проблемы, да. Может быть, потянул мышцу. Ну вот могу сказать, что французский Леон выиграл у итальянского Лацо со счетом 2-1. Это еще одна игра розыгрыша Кубка Уэфа. А у нас продолжается матч в Бордо, где местный клуб принимает волгоградский ротор 1-1. Владимир Нидергауз и Франк из Сириоля отличились в этом матче. И вот во втором тайме французы имеют преимущество. Это уже становится явным. Как волгоградцы не успевали за одиннадцатым номером этой команды, так они и порой уже начинают проигрывать в микродуэлях другим игрокам этого клуба. Ну, это же Фрейд Сойе решился на дальний удар. Не догонял он уже мяч. И все-таки угловой. Вичхи будет. По-видимому, какая-то комбинация. По-видимому, Вичхев ждет, что кто-то должен войти в страхную площадь. Судя по его действиям, уходит мяч. Волгоградцы дают возможность беспрепятственно мячу покинуть в пределы поля, потому что они понимают, что сейчас нужно уже играть очень внимательно и без шуток в обороне. На рамках Руси он коснулся мяча последнего. Руси не правило, но не таким оно серьезным было. 20 минут сыграны во втором тайме Бордо-Ротор Я вот и вижу себя На студии На шабалке появился на поле Игорь Корнеев, который получил травму Нужно побороться за мяч Попытаться завязать игру Ну что же, это тоже неплохо Потому что Деетан Юар уже однажды ошибся И, конечно же, это Отложилось у него в голове Легко, как заиграли французы Как они Свободно приблизились к нашим воротам Может быть, получилась бы одна из первых атак Через центр, а вот у нас А у нас очень много браков в передачах Виски Виски разыгрался, стал более заметен на поле А вот играться пока во втором тайме Игра впереди не получается После второй передачи Уже мяч переходит к игрокам Бордо Догон Вички Легко ушел от двух игроков Что-то у нас с левым флангом неладное творится Помните, из Тельёле проскочил Вички сейчас проскочил сразу двух А сейчас уже голландец нарушил правила Надо играть Доиграть Зернов Хороший сделал передачу Сразу двух игроков оставил неудел, но Пытается волгоградцы сбить темп Но получается это не очень хорошо Лучшая оборона это атака И чтобы заставить французов отойти Нужно их атаковать Нужно атаковать их ворота Вот хорошая передача Корнеев Пас Получился пас, но Гаэтан Юар Пришел в себя этот Галкифер После пропущенного Меча После обидного пропущенного Меча И Корнеев Вернулся на поле В полном здравии похоже Ну относительно конечно Любая травма В последствии дает о себе знать Великенников уже Отходит ближе и ближе к своим воротам Похоже что впереди у волгоградцев Сейчас только Владимир Недергаус Наверное на его страшные качества Надеются и партнеры И я думаю что Все волгоградские болельщики Вот Корнеев И Даниэль Бютюэль Только через фланги Практически только через фланги Атакуют игроки Бордо Ротор защищается И Вички Свободные Шрапные Угловые Выполняет этот игрок Вновь навес Верхом Видел этот мяч Андрей Самаруков Поэтому просто проводил взглядом Не стал за него даже бороться Чтобы не случилось Как в первом тайме С Гаэтаном Юаром Который Сам себе забил волк Да, что-то в второй половине игры И Ротора не клеится Игра Веретенников Корнеев Один он боролся С двумя игроками Команда Сотерника Никто ему не помогал И Вички Такое впечатление Что наши ребята Больше устали Чем Французы Ну может быть Сказывается Непривычность Условий Сотерника Не на своем стадионе Не у себя На родине Играют Волгоградцы Болельщики недовольны Потому что им показалось Руками Игрок Ротора Придержил И Сильюле Как правило Самые преданные Самые верные Клонники команды Собираются на трибунах За воротами клуба Дорогие места Для буржуа и аристократов Как порой говорят они А мы хотим быть поближе К воротам Дотянулся до мяча Самаруков Еще раз Какой момент сейчас Можно играть И Арбитр направляется К боковому суде Тут потает Показывает головой Что Нет Не было игры рукой Почему остановили французы Потому что они подумали Что после удара Франка И Сильюле Игрок Волгоградской команды Рукой Выбил мяч Та Но вот это уже Самаруков Неудачно Неудачно Выбил этот мяч Который был направлен Мяч попал в руку Но это была Неумышленная игра В данном случае Не рука нашла мяч А мяч нашел руку Поэтому все в пределах правил Мяч отскочил от стойки ворот И наш футболист Даже не думал Его останавливать рукой Он пытался сыграть головой Нелегко приходится Волгоградцам Оборона выдерживает Но с большим трудом И нужно здесь уже На зубах Проявить Все свои морально-волевые качества Нападающим Потому что если они не зацепятся За мяч впереди То Можно и второй мяч пропустить Предпосылки для этого есть Десипов, Зернов и Нагераченко По-прежнему все Угловые Уже начинают нарушать Правила Волгоградца И не всегда это оправдано Можно и карточек здесь Назарабатывать столько Что даже если пройдешь Следующий круг То играть будет некому Еще раз мы смотрим этот момент Ошибся здесь на выходе Андрей Самаруков И в первый раз ошибся И во второй раз Не дотянулся до мяча Причем в борьбе Партнер его находился С игроком команды соперника И может быть стоило подумать О защите собственных ворот Тогда бы не было Вот этой напряженности Накаляется с Расси на поле Ошибленно Наставники Бордо Продолжают по-видимому Обсуждать тот момент Который должен был принести По их замыслу успех Команде Они по-прежнему считают Что арбитр Не прав Не назначил Поднимский метровый удар А Гаэтан Юар Идет вперед А Волгоградцы продолжают Неудачно отбивать Ночнички Можно играть Не дать возможности Развернуться И не трогать игрока О Еще один момент Упущен Французской команды Антони Банкарель Он боролся С двумя игроками Обороны В этой ситуации Самое обидное То, что Ошибаться Стал, пожалуй Самый опытный И, как правило Надежный игрок Обороны Волгоградской команды Это Владимир Герасенко Он Сейчас промахнулся Мемминча Но остальные Его партнеры По оборонительной линии Дали возможность Антони Банкарелю Остановить мяч Развернуться И все-таки Дотянуться до него Еще раз Смотрим Момент Это Смарко Ему на помощь Приходит Александр Беркетов И все они Остаются Неуделы Даже Андрей Саморуков Не выручил Команду Если бы мяч Попал Сворворот Сискум Было близко До цели И Сискум Неожиданно Получился удар Пошла 32-я минута Второго тайма Матча Бордо Ротор Вы смотрите Трансляцию На российском канале 1-16 Финала Розыгрыша Кубка УИПА Первый матч Ничья 1-1 Владимир Нидергаус В первом тайме А во втором Франк И Сель-Ёле Забили по мячу И Счет Пока ничейный Конечно же Этот счет Больше устраивает Гостей Футболистов Из России Из Волгограда Прямо что через 2 недели Предстоит ответный матч Я думаю что там уже Волгоградцы При своих болельщиках На своей родной земле Постараются сыграть Лучше И особенно в атаке Вот во втором тайме Атака у волгоградцев Явно расклеилась Она не получается И за счет этого И защитники Французской команды И нападающие Стали чувствовать себя Намного вольготнее Вблизи наших ворот Нужно повторить Неплохой получился удар Но слишком далеко было до ворот Это Владимир Герасченко Решился на этот удар Гэтан Юар Отбил мяч Неприятность в этом ударе Заключалась в том Что мяч Запрыгал перед вратарем От 1 Видите Отскок 2 Но Все рассчитал Гэтан Юар Опыт 33 года 14 сезонов В первом французском дивизионе Кстати я вот и сказал о том Что Один из сезонов Бордо провел Во втором дивизионе В чем-то Участь этого клуба Напоминает Участь Олимпика Так же как Участь Бернара Тапи Похожа на Участь президента Этой команды Посмотрим за этой Атакой И я продолжу Рассказ о Венежных махинациях Бордо Клод Безе Тогда стоял У руля Клуба футбольного Он был президентом И вот За сокрытие доходов За создание Терной кассы За большие долги Они составляли Почти 300 миллионов франков Команду Отправили Во второй французский дивизион Но клуб Оттуда очень быстро И успешно вернулся Через сезон Вички Вички взялся Время Вички Кого-то ждет Он показывает Сейчас он в данном случае Выманивал Игрока на себя Чтобы разыграть Этот мяч И на премьер На премьер Который недоволен На встречном движении Его сейчас поймал Партнер Нелегко сейчас Волгоградцам В обороне Но нужно терпеть Может быть Подустал Александр Зернов Но сейчас он Не так активен Менее заметен На поле Ну а французов Мне даже Трудно Кого-либо Выделить Наверное Скорее всего Франко И стиль Йоле Вообще У этой команды У Бордо Нет ярко выраженного Бомбардира И в чемпионате Франции Многие футболисты Забивают Ну и Стиль Бордо Это В основном Коллективная игра Игра среди Лилии Вот хороший момент Мощнейший удар В ближний угол Это атаковал Антони Банкарель Да Все труднее Труднее Приходится Защищаться Волгоград Там Остроумная Передача Не успевает Александр Ещенко Ну что Это было Предупреждение Или За повторным моментом Мы прозевали Как Андрей Самаруков Получил Желтую карточку За то что На взгляд Арбитра Затягивал Мать По-моему Это было Учное Предупреждение Нет Мяч не ушел Игра продолжается И вновь Франк Истильюлев С похожим приемом Пытался уйти От защитника Нашей команды Оббежать его Да ну вот я говорил о том Что И в истории Бордо Есть черные дни Создание Благодаря созданию Черной кафты Ну вот В отличие от своих Извечных соперников Футболистов Олимпика Особенно Президенты этих клубов Не любили друг друга Бордо Играет Сейчас В первом французском дивизионе А Олимпиад Пока нет В первом французском дивизионе Мы чаще видим на чужой половине поля Чем на своей Вот один из редких моментов Когда он По-моему просто обозначает Игру в обороне Потому что Уж очень пассивного Заграться Атакует соперника На чужой половине Винчхе Принье Заретенников Принье его зацепил Но свисток молчит Принье Ну вот одна из визитных карточек Бордо Это игра Средний пас Много очень передач Любит эта команда Многоходовые комбинации Однако сейчас мы Их особенно не видим Как правило Проход Проход по флангу Навес И борьба Страхной площади Нет Никак не могут Волгоград Зацепиться За мяч Ниже в половине поля По-моему Виктор Евгеньевич Прокотенко Готовит замену Это будет первая замена В сегодняшнем матче В матче Бордо Роток Ничья 1-1 И Кривов Да Он меняет Александра Зернова Который может быть Подустал Может быть Не хватает ему Игровой практики Но так или иначе Появился Андрей Кривов Который и В первом матче С Манчестер Юнайтед Вышел на поле В первом тайме Вернов Смотрелся неплохо А вот на втором Все-таки Наверное Физических кондиций Не хватило Не смог До конца Распределить Свою силу Ну молодой Физик Наверное Это со временем Придет А вот Кривов Его первое Касание Мяча Волгоградцы Решили Подержать Мяч Похвально Что они это делают Но для этого Нужна хорошая техника И Отсутствие браков С передач А так Смысла нет Ну не самая сильная Сейчас Команда встала На пути Волгоградского клуба И вот я вижу Что Замены и в Бордо Жофре Тойе А появился Гринье Под 15 номером Жофре Тойе Покинул поле И появился Гринье Не самый сильный Соперник Сейчас Из французских клубов Стал На пути Волгоградцев Его даже Волгоградцев Волгоградцев Трудится Трудится на все 100% И появились Агрессии Но все-таки Россияне Не сдаются Волгоградцев Ну вот еще одна Замена Нидергауф Волгоградцев Также покидает поле А появляется Илюшин Под 12 номером Две замены Лимит исчерпан Виктор Прокопенко Произвел Без замены Илюшин И Криво Вступили в игру Вместо Нидергауфа И Дернова Но Я продолжу О том Что Бордо Это та команда Которая вполне Вполне Может стать Очередной Жертвой Волгоградцев Если встреча И закончится С таким счетом То все будет Решаться В матче В следующем Две недели На центральном Стадионе Волгограда Все будет В руках Ротора Потому что У команды Уже есть Сопач В прочности Есть забитый Мяч на поле Соперника Но для этого Нужно Еще не пропустить Самое главное Вот в этих Сейчас минутах Это не пропустить И выстоять Это очень и очень важно Похоже Что Сил все меньше И меньше Остается У наших ребят Уже Уже Нет комбинаций Просто Передача Вперед Просто Пас В борьбу Так и звучит Команда Борьба Побороться Ну а французы Продолжают Атаковать Выносится мяч А здесь никого нет Догон Не стал Отдавать Пас направо Хотя там Китался Киталась Эта передача Был партнер Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова